Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу комунальних служб Дніпра у зимовий період. З нами заступник міського голови Михайло Лисенко. Дніпро Михайло Лисенко – заступник міського голови Дніпра. Має дві вищі освіти. За фахом – інженер-технолог та магістр державного управління. Депутат Дніпровської обласної ради. У міськраді Дніпра очолює департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, я пропоную почати не з нашої теми безпосередньо, а з місцевої політики. Як оцінюєте результати виборів і чому саме Дніпропетровська обласна рада? Логічно було б, здається, депутатом міської ради залишатись. Добрый день. Ну, давайте будем говорить так. Прежде всего, у нас уже в первом чтении Верховной Рады был принят закон о том, що чиновники, в частности, я як чиновник, одновременно не можу бути і замістителем міського голови, і депутатом міського совєта. Обласного совєта, а районного совєта, бути можу. А поскольку у меня є велике кількість избирателей, які підтримували мене на проршлих виборах, які закінчились неделю назад, то есть у мене був 2-й результат в області і 29-й результат в Україні по кількістю сторонників, які за мене проголосували, то есть все сводилося до того, що рано чи поздно мені прийшовось би зробити вибор, либо бути чиновником, либо бути депутатом. А в тому случае, якщо депутат обласного совєта, чиновник городського совєта, це можливо. Тому було прийнято именно таке рішення. Ну а на загал підсумки виборів, скажімо, партія пропозиції, яку ви представляєте, в місті зайняла перше місце, в області, якщо не помиляюсь, третій. От ваша оцінка цих результатів? Для партиї, яка существує 2,5 с небольших місяців, я вважаю, це дуже хороший результат. В частности, для города, я думаю, все увидели этот результат, он номер один. У нас одна из самых больших, самая большая поддержка среди горожан по области. Ну, поскольку там были какие-то определенные, говорить, моменты со стороны админресурса центральной власти, им удалось набрать некоторое большее количество голосов. Ну, на самом деле, для молодой партии это достаточно традиционно. В принципе, наш результат, который у нас есть на сегодняшний день, он нас, в принципе, устраивает. И мы, я уверен, что когда пройдуть следующие выборы, в том числе и парламентские, жители города и жители области смогут оценить нас совершенно по-другому и по достоинству. Михаил Александрович, Ви вже є депутатом обласної ради, всі документи подані, хоча першої сесії ще не було, от сьогодні будуть депутатів вчити голосувати. На кнопки нажимати, їх будуть вчити. За право отримався Михаил Александрович. В принципе, по міській раді так плюс-мінус розуміло, що буде впевнена більшість. А по обласній раді чи готова пропозиція з кимось блокуватись для того, щоб пропонувати свого голову обласної ради, чи заступників, чи керівників ключових комітетів обласної ради. Тобто, чи є союзники пропозицій в обласній раді? Обязательно союзники у нас есть. В любом случае, думаю, жители города и жители области смогут увидеть какие-то определенные результаты, скажем, в районе 10 декабря, когда общая политическая картина, если по городу уже все ясно, вопросов никаких нет. А по області, думаю, мы уже сможем понять происходящую ситуацию. Не хочу забегать вперед, не хочу никого подвешивать на гачки, но, я думаю, числа 10 жители области уже смогут увидеть, каким образом будет выглядеть коалиція в обласному совете. То есть тут осталось не так много, всего там 9 дней. Пропозиція буде в коалиції? Будем смотреть, есть разные варианты. Подождите, давайте не будем забегать вперед, осталось 9 дней. Через 9 дней все увидите. Было бы цікаво сегодня почути, но ждем. Михаил Александрович, хотел бы спросить вас и стосовно МИСКОЕ РАДИ, все-таки вы есть заступником МИСКОЕ ГОЛОВИ. Борис Альбертович анонсировал певные изменения в структуре МИСКОЕ РАДИ, ну, напевно, это связано в том числе и с административной реформой, сейчас МИСКОЕ РАДА ДНИПРОВСКОЕ РАЙОН ДНИПРОПОТЕРОВСКОЕ ОБЛАСТИ, но и персональные изменения. Вот что вам про це відомо? Ну, я думаю, скорее всего, будет произведен незначительный, ну, может быть, или может быть значительное сокращение среди числа сотрудников городского совета, поскольку будем говорить так, если мы основываемся на опыте коронацийт или, как в Украине говорят, локдауна, когда у нас было большое количество людей, не выходило на работу, многие сотрудники работали удаленно, и что из этого произошло? Что-то изменилось? Нет. Многих сотрудников не было на работе. У нас остановились какие-то процессы? Нет, не остановились. У нас остановилось какое-то строительство? Нет, не остановилось. И вот, может быть, будем говорить так, этот определенный толчок с этим локдауном, он подвигает нас к мысли. Я понимаю, что не всем это, может быть, и понравится, но мы должны думать об оптимизации структуры городского совета, поскольку следующий год и этот год они будут достаточно трудными. Это касаемо и поступлений в бюджет, и вы знаете, что в результате всевозможных ограничений у нас значительно снизились поступления в городской бюджет, а основное накопление – это и поступление денег с аренды земли, и точно так же, как и поступление с оплаты сотрудников, которые работают на территории города. И в связи с так называемым локдауном, который еще там хотят, планируют центральные власти вести, я считаю, эта ситуация, к сожалению, будет ухудшаться. И все разговоры о том, что там Pfizer найдет какие-то прививки и так далее, вся ситуация изменится, я считаю, она не изменится в ближайшее время. И нам надо будет все-таки, я докладывал уже мэру по этому вопросу, я думаю, он будет принимать уже ключевые решения. Я считаю, что структуру городского совета в некотором смысле необходимо будет пересмотреть, но опять же, решение будет принимать мэр города. Я просто подаю свои предложения, а окончательное решение будет только за ним и исключительно за ним. Я считаю, что о сокращении, скажем, на 15% речь идти может. Это обсуждаемо. Опять же, некоторые департаменты получили функционалы, которых не было. В частности, самый большой функционал, самый большой приток новых сотрудников, это получить департамент жилищного хозяйства, который связан и с регистрацией, и со всем остальным. Это функции, которые с районных рад перешли в город. Но по остальным департаментам будем смотреть, будем разбираться. Еще раз считаю, что оптимальная цифра, в общем числе, в количестве 15%, об этом может идти речь. Еще раз хочу сказать, решение принимать будет мэр города. Ну и наостанок, стосовно цей темы, от скорочня плюс-минус до 15% и в той цифре, что есть. А стосовно, скажем, каких-то ключевых персон, там, заступників низкого головы, чи керівників департаментів, управления и демо взагалі? Я думаю, речь коснется, может быть, появятся какие-то новые фигуры, может быть, появятся новые заместители. Но к этому вопросу, я думаю, мы сможем вернуться уже ближе к сессии городского совета, на сессии городского совета. Я думаю, это все будет анонсировано, это ориентир 19 декабря этого года. Если говорить о уборке дорог общего пользования, в том числе внутриквартальных, у нас, в принципе, за последние 5 лет, я думаю, все горожане смогут оценить, мы достаточно, я считаю, очень хорошо справляемся с поставленной задачей. Есть, существуют, к сожалению, проблемы. Действительно, есть острая нехватка дворников. То есть, ну, будем говорить так, по сравнению с прошлым годом, мы эту ситуацию несколько выровняли, но, к сожалению, она до сих пор не идеальна. То есть, и есть проблемы с подбором личного состава, есть проблемы к людям, которые занимаются этой работой. То есть, мы активно работаем с различными социальными структурами, с центром занятости, то есть, во всех абсолютно направлениях, какие только могут быть, но на сегодняшний день, все равно, если, например, у нас нехватка была там раньше 60%, то на сегодняшний день у нас остается нехватка кадров, именно которые занимаются ручной уборкой, там, тротуаров, там, посыпкой и так далее, порядка 40%. Но, тем не менее, мы видим, за последние пять лет, какими бы мы ни связывались с вызовами стихий, если так можно сказать, у нас никаких особых проблем не было. И я уверен, что этот год пройдет, этот зимний период пройдет точно так же. Мы полностью готовы. У нас одна из лучших... Нет, не одна из лучших. У нас лучшая техника в Украине. Ни один город не может похвастаться таким количеством, и такой качеством, таким качеством снегоуборочной техники, как у нас. Поэтому особых проблем для горожан не будет. Они традиционно знают, что бы ни произошло ночью, люди утром выезжают. У нас везде расчищенные дороги, у нас нет проблем ни на спусках, ни на подъемах, ни на противопроводах. То есть мы достаточно серьезно к этому относимся. Сюрпризов не будет. В большом количестве есть и топливо, и посыпочный материал. То есть все это находится в более чем достаточном количестве. То есть верно, разумею, что все эти материалы уже на сегодня закоплены. Конечно. А стосовно техники, вот, че вистачает ее физично? Ну, мы бачим, что есть и расчистка дорехи, так и иначе. Чи плануются, возможно, какие-то додатковые закупки техники? Вот на сегодня то, что мы имеем, ее достаточно физично? Ее, в принципе, достаточно. То есть единственный вариант, какие могут быть рассмотрены дополнительные приобретения, это техника исключительно малогабаритная для уборки тротуаров. Но в последнее время мы сталкиваемся с проблемой, мы покупаем технику, а туда просто, ну, прошу прощения, некого посадить. То есть те люди, которые приходят и изъявляют желание работать на, скажем, на среднюю малогабаритную технику для уборки тротуаров, импортного производства, у нас стоит порядка 70-80 тысяч евро, 60-50, разные цены. И когда приходит человек на собеседование, а я всех водителей, основную часть, принимаю исключительно через собеседование, поскольку у нас есть очень дорогие машины, есть и по 200 тысяч евро, которые приобретал город. И когда я общаюсь с водителем, я на него смотрю, ну, я вам говорю так, в большинстве случаев, и не то, что ему там этот автомобиль за 200 тысяч недоверия, по-моему, самокат не дал, не хочу никого убить, но, к сожалению, это факт. Факт остается фактом, есть нехватка людей, есть нехватка рабочих рук, но в любом случае, я хочу сказать так, что на работе и на жизни города это в этом году и в последующие годы это не скажется никак. Так, вот вы сгадали, что, в принципе, там, значную частину отмечаете претендентов на то, чтобы заниматься с целью работой. Как это проходит по факту? Это фейс-контроль или как? В том числе, то есть, ну, я образно говорю, я, например, встречаю человека, говорю, «Привет, привет, где ты работал?» А я ездил там, работал там в новой почте водителем на каком-нибудь там спринтере. Я говорю, а ты понимаешь, что это не спринтер? Да нет, у меня есть категория, я ездил, я имею. Ну, хорошо, я его отправляю, с ним садится наш инструктор, он с ним ездит по городу, он смотрит, оценивает его, и после этого принимаем решение. Кроме того, мы анализируем водителей, были ли у них какие-то административные правонарушения, связанные с нарушением правил дорожного движения. Это в обязательном порядке все учитывается. Но вот приходится в таком ручном варианте выбирать людей. Я вам еще раз говорю, то есть ключевые машины, которые дорогие у нас, их там порядка 40 таких, приходится лично персонально выбирать. А зарплотня достойна? Ну, будем говорить, в прошлом году у нас, когда были большие осадки, и когда, например, то образно, то есть некоторые водители, которые работали сверх положенной нового норматива, то есть где идет доплата, у некоторых доходила зарплата до 23-24 тысяч гривен в месяц. На сегодняшний день 15 тысяч гривен в месяц, 12 тысяч гривен. Если у человека нормальные руки, и он трудолюбивый, и хорошо относится к поставленным задачам, это абсолютно реальная заработная плата. Ну, я знаю водеев троллейбусе в 12 тысяч. Да, ну я вам пускал самый минимальный минимум. Михаил Александрович, от сьогодні зараз всі обговорюють возможность введения жорсткого локдауна. Напевно, він все-таки будет введен, хотя по датам не зрозуміло, что происходит вчера в офисе президента. Обещали озвучить эту дату, собирались відповідные наради, потом перенесли это на середу. Ну, подивимось, как оно будет. Но все-таки, чи готовы коммунальные службы, чи готова міська рада працювати саме в умовах жорсткого локдауна, чи будут, скажемо, люди, такие, как коммунальники, да, просто сидіти по домах? Как это будет? Нет, они не будут сидеть в домах. У нас нормально все. И с карантинными мерами у нас все обеспечены средствами индивидуальной защиты. То есть, ну, готовы ли коммунальщики, в принципе, не в принципе, а коммунальщики готовы, они будут работать, это никак не отразится. Но тут другой вопрос. Готовы ли к этому локдауну люди, обычные жители города? Лично я, вот если там, я могу сказать, там, как не чиновник, а как житель города, я не понимаю, с какой целью это все делается. Ведь есть реальные, будем говорить так, есть реальный там фактаж. Вот да, там сейчас есть какая-то там пандемия в Европейском Союзе, и многие там разговаривают, сравнивают с разными странами. Но вот есть такой вот живой пример, я думаю, все телезрители о нем прекрасно знают. Вот в частности, начиная еще с прошлой весны, единственная страна Европейского Союза, которая полностью отказала от всех карантинных мер, это была Швеция. У меня есть один мой большой друг, один из замов мэров городов Швеции, мы с ним находимся на постоянном контакте. И вот ситуация, как только это происходило, там начала происходить еще весной, я говорил, а как, почему? Говорю, у вас, говорю, спортзалы работают, у вас работают, говорю, парикмахерские библиотеки, у вас работает все. Говорю, вы видите, что у вас, говорю, уровень заболеваемости выше, чем в той же Дании, в той же Норвегии, они посередине Швеции находятся? Они говорят, да, у нас уровень заболеваемости выше, а теперь давай посмотрим уровень смертности. А у нас смертность, уровень смертности такой же, как и везде, только мы не остановили ни одного предпринимателя, у нас все как работало, так и работают. Сейчас некоторые там диванные эксперты говорят, что, мол, там, вот Швеция ошиблась, что они там принимают такие вот, не приняли такие меры, но на сегодняшний день все городские советы Швеции, я знаком практически с каждым, ну, за исключением там городов, которые там меньше, там, 50 тысяч, я нахожусь на плотном контакте, и никакой пандемии, никакой истерии нет, и никто там ничего не закрывает. Давайте будем говорить правду. Этой, прошу прощения, извините меня гадостью, переболеют все. Да, некоторые люди, к сожалению, могут умереть. Это суровая правда. Это тяжелая, это тяжелая, но это правда. И все эти меры, которые сейчас принимаются, с моей точки зрения, исключительно не как чиновника, как жителя, они созданы для того, чтобы не было, для того, чтобы на каком-то определенном уровне держать контроль за свободными местами на территории больниц. Все, переболеют этим всем. Вот там сделали прививку, хорошо, ну, давайте будем считать, а когда она у нас появится? Ну, в лучшем случае, в мае месяце. Это 6-7 месяцев, пока она у нас появится, пока она будет в достаточном количестве. То есть, ну, тут такая палка о двух концах. Если бы я единолично принимал какие-то решения о введении каких-то локдаунов, я бы 150-200 раз бы подумал, насколько это будет эффективно. И если вы видите, то есть по настроению, если разговоры касаются того же этого локдауна в городе Днепр, люди очень злые, и людям это очень не нравится. Хочешь кому-то испортить настроение, поговори с ним о коронавирусе о локдауне. То есть, тут вещь такая, коммунальщики будут готовы, мы будем работать. У нас своя такая антилокдауновская Швейцария внутри нашего департамента. Мы разберемся, все будет в порядке. Так, а вот я хотел уточнить стоимость всего города, если мы уже начали говорить. У Львови міська влада уже сказала, если будет локдаун, мы на него реагировать не будем. Відповідно, локдаун нас вводит Кабинет Министров Украины. Хотел бы запитать у вас саме как у чиновника, как у заступника міського главы, чи не будет принимать такое решение, чи нема у вас информации міська влада Днепра. Ну, если она будет принимать такое решение, я буду стараться всем чиновникам городского совета и всем членам комиссии ТБЧС ввести, если будут какие-то ограничительные меры, чтобы они были относительно толерантные, для того, чтобы они не зацепили немалый бизнес, для того, чтобы мы вышли из этой ситуации максимально мягко. Вот ввели там этот карантин выходного дня. И что? Ну, давайте будем говорить так, ну, чистый цирк. Чистый, настоящий цирк. Ну, я буду, будем говорить так, я буду стараться донести членам городского совета, то есть информацию, для того, чтобы они приняли объективное взвешенное решение по поводу ведения каких-либо ограничительных мер. В первую очередь, я считаю, это ни в коем случае не должно касаться общественного транспорта. Так, Михаил Санч, давайте повернемось безпосредственно до темы коммунальных. наших питаний. Вот нещодавно на набережні Заводський стався прорыв трубопроводу. Деякий час жители правого берега Дніпра залишались без води, кто-то больше, кто-то меньше. Вот, загалом, если вы отсталкиваетесь от этой конкретной ситуации. Как вы оцениваете сношенность именно этих систем водопостачения в Дніпре? 90%. Что делать? 90%. На сегодняшний день из всех вариантов, которые существуют, это санация существующих трубопроводов. То есть есть технология, есть несколько технологий санации трубопроводов, поскольку затратная часть не только на... Если, например, нам необходимо заменить участок какой-то трубопровода, если касаемо... То есть у нас идёт две нитки воды с Аульского водовода, то они требуют стопроцентной замены. И я вам объясняю, то есть это не 50-й, не 100 миллионов гривен, там речь идёт о миллиардах гривен. И поэтому альтернативным вариантом это может быть санация существующих трубопроводов, есть разные технологии. Я посетил ряд самых ведущих в мире предприятий, которые предложили эту технологию. Я о ней буду докладывать мэру города, и мы будем рассматривать варианты, то есть что это включается, ну, образно, чтобы обычному обывателю было понятно. То есть это бестраншейный метод замены трубопровода, то есть образно существующий трубопровод, стенки его очищаются от необходимых отложений, и внутрь этой трубы вставляется другая труба. То есть мы не повреждаем асфальтное покрытие, мы не повреждаем дорожное покрытие. Кроме того, у нас большая часть трубопроводов, благодаря великим советским строителям и инженерам, они проходят под фасадами зданий, они проходят под автозаправочными станциями, детскими садами и так далее, и так далее. И поэтому для нас на сегодняшний день это, я считаю, один из таких вариантов, который должен и может быть рассмотрен для реализации этих проблем. Но давайте говорить так, у нас последняя укладка трубопроводов, то есть образно была масштабная, была произведена в 60-е годы прошлого столетия. В 60-е годы, то есть это считайте сколько? Ну, цей трубопровод, який властно... Да, в 60-52, он был введен в эксплуатацию в 58-м году, в 58-м году. В 62-м году. Да, и там, будем говорить, выполнялись только исключительно текущие ремонты. А некоторые люди говорят, ой, а что же вы там его сейчас не поменяете? Я еще раз вам говорю, для того, чтобы его полностью поменять, нам надо полностью остановить все ремонты на территории города ровно на год. То есть не ремонтировать кровли, подъезды, не приобретать транспорт, поэтому мы будем образно какими-то определенными сегментами выполнять его ремонт. В первую очередь мы начнем двигаться от насосно-фильтровальных станций, поскольку у нас существует следующая проблема, вот у нас там Ломовская насосная станция, мы провели там колоссальную реконструкцию, и действительно на выходе качество воды потрясающее. Но ровно через 4 километра, если зайти в квартиру и открыть там кран, качество воды изменяется. Почему? Поскольку трубопроводы старые, на них существуют определенные оброслости внутри, они так и называются, и пока вода движется к абоненту, происходит так называемое вторичное загрязнение. И для того, чтобы от этого уйти, наше первое направление это от всех очистных станций, которые занимаются чисткой воды, мы начнем замену трубопроводов от станций, вышли из станций, и в этом году сделали образно 5 километров, в следующем 10 километров, и будем менять его сегментами. Михаил Александрович, еще и другая тема, крематория. Вы в Facebook нещодавно делали соответствующий пост. На каком этапе сейчас происходит работа и когда мы, в принципе, можем отримать такую строительство у нас в городе? У нас сейчас мы занимаемся проектом, у нас будет изготовлено технико-экономическое обоснование, решен вопрос и с выделением земли, мы определились четко с технологией, на подбор технологий ушел полтора года, я посетил все в мире, за исключением Канады и Австралии, я был на всех предприятиях, которые изготавливают печи, необходимые для кремации. Я ознакомился с разной системой фильтрации и главным приоритетом было то, что система фильтрации должна подразумевать под собой не просто строительство и какие-то сменные фильтры, а вот наиболее интересный вариант предложила немецкая компания, у них как таковой там существует, меняется фильтр один, там где-то в среднем раз в 10 лет рукавный фильтр, а вся основная фильтрация, она происходит за счет каких-то определенных абсорбентов, которые просто добавляются. И если идет какое-то превышение, причем абсорбент, он доступен для реализации, он изготавливается в Украине, причем некоторые немецкие крематоры его приобретают в Украине и используют другие коагулянты. И если качество воздуха, качество очищенного воздуха, который выбрасывается в атмосферу, если он превышает какие-то определенные нормативы, крематорий полностью выключается. Это одно из условий компании-производителя. Мы с ними заключаем договор сроком на 25 лет, и 25 лет они управляют нашим крематорием дистанционно. То есть они не осуществляют загрузку тел и так далее, но за качеством за всем они следят. И если что-то происходит не так, крематорий полностью выключается. А дата будивництва у нас, на жаль, буквально 4-х я думаю, смотрите, я думаю, все начнется ориентировочно к лету 2021 года. Проектирование достаточно сложное, но я уверяю всех жителей, я уверяю всех, каждый сможет прийти, потрогать руками, кого интересует информация, я готов с ней поделиться. На сегодняшний день это самое совершенное в мире оборудование, которое только существует. Оно очень недешевое, но качество его просто высочайшего уровня. Михаил Александрович, еще были озвучены, скажем так, я в Фейсбуке Геннадия Корбана читал про то, что напротив Короленко будет побудована площадь Сгоди, центр Дніпра взагалі будет такой пешохидной зоной, и там транспорт будет под центральной площадью, под площадью Героя Майдана когда начнутся, или планируются эти работы, какие-то тендеры? Это планируется, выполняется технико-экономическое обоснование, и причем мы планируем о том, чтобы спуск будет начинаться с одной стороны в районе улицы Карлолипных, то бывшей, а вторую в районе улицы Мономаха, бывшей, Московской. То есть, да, такой вариант рассматривается. Мы ведем сейчас консультации с разными организациями проектировочными. Такой вариант рассматривается. То есть, весь транспорт будет проходить внизу, включая троллейбусы, за исключением трамваев. Ну, а по датю, снова же таки, не сходим. Не готов ничего говорить, это сложный, это сложный инженерный проект, и он будет реализован одновременно со строительством станции метро Центральная. Все, что мы будем сказать. Реконструкция парка Глобе, от было створено не так давно коммунальное підприемство, якое объединало деколька парків, чи будет воно проведено? Будет проведено обязательно, первый этап, это будет литнего театра, и у мэра это один из приоритетных проектов, это реконструкция парка Глобе, реконструкции парка Шевченко. Ну, я так розумею, парк Глобе, мы можем говорить про наступный рік. Да, это абсолютно реально. Так, ну, и какие-то работы, оновление того же моста, который у очень таком независимого станка. Обязательно, 21 год. 21 год, да? Ну, уже, то есть планы, и это в бюджете будет закладено? И проект есть, и бюджет, я думаю, депутаты смогут принять его до конца этого года, и после этого мы с вами встретимся, я вам расскажу о всех ключевых проектах, которые будут реализованы по пунктам. А по бюджету, чи відомо, сколько будет закладно на житлово-комунальное господарство, и взагалі, сколько потребно? Я знаю, в этом году это близко 2 миллиардов, вот у наступного года. Ну, с учетом локдауна, если у нас останется 1,5 миллиарда, это будет хорошо. Так, тобто, я говорю реально, да. Тобто, у минулого роста бюджет був 15 миллиардов, у цьому 13, в будущем плануется еще ниже. Я думаю, еще меньше. Будем смотреть. Да, ну, на такой не очень позитивной ноте заканчиваем. Ну, мы говорим правду. Ну, мы говорим правду. Михаил Санч, я вам дякую за эту разницу. Нагадаю, сьогодні мы спілкувались із заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова